Судьба у телепередач бывает абсолютно разная. Некоторые появляются и закрываются на протяжении одного сезона, другие существуют долгие годы. Так, на американские телеэкраны до сих пор выходит программа Meet the Press, первый выпуск которой появился еще в далеком 1947 году. Однако и на отечественном телевидении тоже есть свои рекордсмены. Добро пожаловать на WatchMojo Россия! И сегодня мы представим топ-10 наших телепередач-долгожителей. Прежде чем начать, хотим напомнить, что мы публикуем новые видео каждый день, так что не забудьте подписаться на наш канал и включить оповещения о наших новых видео. Сегодня мы расскажем о телепередачах, которые появились на нашем телевидении много лет назад и существуют до сих пор. У некоторых из них случились длительные перерывы вещаний, однако им удавалось вернуться на экраны. Небольшой спойлер, мы вынуждены расстроить любителей телепроекта Дом-2, он не сумел попасть в наш список. Детские игры закончились. Пришло время показать, кто на самом деле крут. Выживи в безумной схватке с опасными соперниками, уничтожь их всех и останься последним героем. Думаешь, что ты достаточно хорош для такого испытания? Тогда переходи по ссылке под нашим видео, сыграй Warface и докажи это всем. Номер 10. Поле чудес. Первый выпуск 26 октября 1990 года. Буку Е. Откройте! Это не 800 очков, это 1600 очков. Должен я вам заметить. О. Прообразом этой телепередачи стало американское шоу «Колесо Фортуны». А название ее создатель и первый ведущий Владислав Листьев позаимствовал из сказки про Буратино. Позже место рулевого занял Леонид Якубович, успешно выполняющий эту миссию до сих пор. Именно он предложил делать основной акцент не на обсуждении заданий, а на игроках, их личностях и судьбах. О большой популярности программы может свидетельствовать то, что многие фразы из нее ушли в народ и знакомы практически каждому. Это ваше право, тем более, что я абсолютно убежден, что к вашему юбилею это будет абсолютно кстати. Приз в студию! Номер 9. Играй гармонь, любимая. Первый выпуск 7 февраля 1986 года. Тит Феоктизович, а вот вы расскажите, как вы пришли к гармонии? Давно вы играете на гармонии? Да с самого детства. В середине 80-х музыкант и композитор Геннадий Заволокин организовал в Новосибирске концерт «Играй гармонь сибирская». Телеверсия которого впоследствии была показана по центральному телевидению. После получения множества писем от благодарных зрителей было принято решение выпускать программу на регулярной основе. Телегруппа посещала различные города, предоставляя возможность желающим продемонстрировать свое умение играть на гармонии. В 2001 году Геннадий Заволокин погиб в автокатастрофе, но программу удалось сохранить, а ее ведущими стали дети автора Анастасия и Захар. По вашим многочисленным просьбам, гармонист золотой десятки России, друг Геннадия Заволокина, моряк-подводник, подполковник запаса, Валерий Клейко, Красноярский край. С песней, хорошей, душевной, любимой, виноградная косточка Булата Акуджавы в этот праздничный крещенский денек. Номер 8. Что, где, когда. Первый выпуск 4 сентября 1975 года. Внимание, правильный ответ. Придуманная режиссером Владимиром Ворошиловым и его супругой, редактором Натальей Стеценко, Телеграм, основанная на противостоянии шестерке знатоков и команды телезрителей, стала заметным явлением на отечественном телевидении. Первые программы значительно отличались от нынешних. В них друг с другом сражались две семьи, отсутствовали письма телезрителей и волчок. На разных этапах существование передачи приобретало различные черты, соответствующие духу времени. Вспомним хотя бы ставки и игру на деньги в 90-е годы. Благодаря успеху игры, многие знатоки стали узнаваемыми персонами. Также появилась так называемая спортивная версия «Что, где, когда», в которой играют во многих городах и странах, а также проводятся крупные турниры вплоть до чемпионата мира. Номер 7. Утренняя почта. Первый выпуск 7 сентября 1974 года. Здравствуйте, дорогие телезрители. У меня в руках довольно интересное и весьма характерное письмо. Передача «Утренняя почта» была задумана как нарезка из выступлений популярных музыкантов, однако очень быстро превратилась в программу по заявкам телезрителей. В советское время и частично в 90-е годы основным ведущим «Утренней почты» был Юрий Николаев, однако периодически его заменяли другие популярные дикторы и артисты. В начале 2000-х программа была близка к закрытию, так как ей было сложно конкурировать с профильными музыкальными каналами. Тем не менее, ей удалось выжить до настоящего времени. Номер 6. Человек и закон. Первый выпуск 10 марта 1970 года. Человек и закон. В эфире студия Алексей Пиманов. Эта программа появилась как тележурнал, освещавший важнейшие события в политической, экономической и социальной жизни Советского Союза. В основном передача концентрировалась на освещении деятельности органов охраны правопорядка. Ее журналисты проводили собственные расследования и разоблачения. В середине 90-х Человек и закон был на грани закрытия, однако новому продюсеру и ведущему Алексею Пиманову и его команде удалось ее сохранить. Номер 5. В мире животных. Первый выпуск 17 апреля 1968 года. И вот заметный там бурый медведь, вот громадный. Да, вот мы недалеко от машины буквально. Тоже видно ему сыром в лесу показалось. В конце 60-х годов прошлого века режиссер-документалист Александр Сгуриди задумал телепередачу, которая бы рассказывала о повадках и поведении различных представителей животного мира. Спустя некоторое время ведущими программы становятся Василий Песков и Николай Дроздов. И именно с ними в мире животных неразрывно ассоциируется. Передача была отмечена рядом наград, в частности премии ТЭФИ, как лучшая просветительская программа и золотой медалью русского географического общества. Ну, пожалуй, самый знаменитый зверь на Дальнем Востоке – это Амурский тигр. В прошлом он обитал на обширных таежных просторах этого огромного края. Но человек осваивал равнинные участки Преамурия и Приморья, и в результате жизненное пространство тигров сокращало. Номер 4. Время. Первый выпуск 1 января 1968 года. Добрый вечер. Здравствуйте, товарищи. Сегодня Михаил Сергеевич Горбачев отбыл из Москвы в Соединенные Штаты Америки с официальным визитом. Сменив передачу телевизионные новости и еженедельное обозрение эстафеты новостей, время быстро превратилось в главную информационную программу страны. Ведь именно оттуда в те времена большинство граждан Советского Союза получали информацию о политических и экономических новостях, узнавали о событиях из мира, спорта и о прогнозе погоды. Лица ее ведущих быстро становились известными на всю страну. И сегодня отметившая полувековой юбилей программа для многих является источником новостей о событиях в России и мире. Михаил Сергеевич Горбачев заверил Маргарет Тэтчер в том, что Советский Союз никогда не допустит никакого шага, который угрожал бы безопасности Европы, ущемлял бы ее интересы и вызывал бы дестабилизацию обстановки на континенте. Номер 3. Спокойной ночи, малыши. Первый выпуск 1 сентября 1964 года. Здравствуйте, девочки и мальчики. Здравствуйте, тетя Лина. Эта знакомая всем с детства программа могла называться «Сказка на ночь» или даже «В гостях у волшебного человечка Тик-Так». Но создатели решили остановиться на ставшем привычном нам названии. В начале существования «Спокойной ночи, малыши» представляла собой просто сказочные картинки с закадровым текстом. Позже в нее добавили кукольные спектакли, а затем кукольные персонажи стали привычными нам соведущими передачи. Классической стала и схема построения каждого выпуска. Поучительная история, в которой принимают участие персонажи, рассказ взрослого ведущего о том, как надо себя вести в такой ситуации, показ мультфильма и прощание ведущих со своими маленькими зрителями. Литвана, скажите, пожалуйста. Оксана, скажите, пожалуйста. Телезрители очень интересуются. Что вы решили на совете капитанов клуба? Кто будет играть первым? Номер 2. КВН. Первый выпуск 8 ноября 1961 года. И весенняя сессия КВН объявляется открытой. Это не просто телепередача, но и важное социальное явление. В КВН играют в школах и университетах, игроки активно гастролируют с концертами, из игры выросло множество знаменитых ведущих, актеров, сценаристов и так далее. Название программе было дано в честь первого массового советского телевизора КВН-49. Вскоре была придумана и подходящая расшифровка «Клуб веселых и находчивых». Программа пользовалась большой популярностью с момента появления. Однако в 1972 году была закрыта из-за чрезмерно острых для своего времени шуток. В 1986 году КВН возродился и сразу же вернул популярность и любовь зрителей, которую, несмотря на увеличившийся поток критики, в целом программа сохраняет до сих пор. Так, своя версия. Чем я тебя напугал так? Цирки на цветном бульваре. Цирки на цветном бульваре. Прежде чем мы объявим первое место, вот несколько початных упоминаний. Финал, господа, финал. И вы именно сегодня победители. Прямо здесь, в студии, еще будучи школьниками, станут студентами Института международных отношений Университета МГИМО. Здравствуйте, наши уважаемые телезрители. В эфире очередной выпуск передачи «Сам себе режиссер». Номер один. Здоровье. Первый выпуск. Январь 1960 года. Сегодня в нашей программе. Предупреди беду о профилактике ожогов у детей. Лидер нашего списка может показаться неожиданным, но факт остается фактом. Здоровье в скором времени отметят 60 лет со дня первого выпуска. Несмотря на имевший место пятилетний перерыв в трансляциях с 92 по 97 год. Трудно было начинать учиться заново. Ходить, да, трудно. Потому что когда сняли, вот, сняли у меня эти спицы, то ноги были как руки толщиной. Толщина. Программа всегда отличалась харизматичными ведущими. Более 20 лет ее вела врач Юлия Белянчикова. В те времена советские зрители за год присылали на передачу более 160 тысяч писем. Такой же солидный стаж на этой должности и у Елены Малышевой, с приходом которой программа приобрела весьма специфический стиль и манера подачи информации. Однако до сих пор пользуется большой популярностью у многих телезрителей. Я думала, у меня будет малиновое лицо. А будет еще малиновое лицо, Светлана? Сегодня, да. Сейчас еще будет. Сегодня еще будет. Да, пульсация. Запомните меня такой. Понравилось наше видео? Какие телепередачи мы упустили? Напиши о них в комментариях. Смотри другие интересные ролики на WatchMojo Россия и подписывайся на наш канал, чтобы смотреть новые видео каждый день. Субтитры сделал DimaTorzok